Всем привет! Это Мишаман и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как крафтить такие классные тапочки с Иллюзивом, Телвиндом и Спеллдожжем. Давайте посмотрим на них более подробно. Значит, важно напомянуть, что те моды, о которых мы говорим, они являются не обычными модами, а модами на различных инфлюенсах. А именно, на Хантер инфлюенсе у нас есть Телвинд, а оставшиеся два интересующих нас мода, Додж и Иллюзивом, Критикал Страйк, это моды Редимера. Соответственно, чтобы получить данные ботинки, нам нужно заготовить три вещи. Первая вещь заключается в том, чтобы достать ботинки Хантера. Вторая, ботинки Редимера, нужного айтем-левела. Сейчас мы более подробно об этом поговорим, об айтем-левелах необходимых. И третья вещь, это Авакен Рорб. Авакен Рорб – это сфера, которая позволяет объединить свойства с двух предметов на один. Значит, как вы видите, подобные предметы можно доставать даже на СССР, так что на Трейд Лиге это будет сделать еще гораздо более просто. Давайте перейдем на наш любимый сайт Craft of Exile и разберемся, как именно будут крафтиться наши ботинки. Для того, чтобы понять, как крафтить подобную вещь, для того, чтобы подступиться к этому, нам нужно открыть список всех модов на ботинках, которые у нас имеются. Значит, мы выбираем здесь ботинки. База в данном случае не роляет. Выбираем здесь Influence Hunter и Influence Redeemer. У нас здесь открываются, соответственно, вот эти вот графы. Да, давайте приблизим немножечко, чтобы было крупнее. Смотрим, что у нас есть у Редимера. У Редимера есть в префиксах Chance to gain Illusive on Creed. Ага, и единственный тег, который здесь имеется, это Critical Strike Chance. Что это для нас дает? Мы видим, что среди всех наших префиксов, которые могут быть в ботинках, тег Critical есть только у этого мода. И это очень важно. Именно это позволит нам гарантированно поймать его. Значит, что же делать с двумя другими модами? Смотрим здесь. Chance to dodge, spell или attack hits у нас без каких-либо тегов в суффиксе. На Hunter у нас интересующий нас мод Tailwind on Critical Strike. Также без модов. И исходя из этого, мы начинаем думать, что же нам дальше делать? Как же нам конструировать такие тапочки, которые вместили бы все эти моды? Кто-то из вас уже, наверное, догадался. Кто-то сейчас увидит, как это происходит. Во-первых, мы ловим два мода на двух разных базах. То есть, Awakening Orb нам позволит объединить два мода. Один из Redeemer Influencer, другой из Hunter Influencer. Гарантированно. Значит, для этого мы убираем два мода, которые являются суффиксами в данном случае, и которые не имеют тегов. Это, опять же, важно. То есть, нам важно получить гарантированно Tailwind и Dodge. Значит, давайте сымитируем. Вот мы взяли две пары ботинок. На одних мы альтами на роллили... Где наши суффиксы? На роллили Tailwind. На других мы на роллили Dodge Spall Heats с альтами. Тир-1. И объединили их Awakening Orb. Что после этого происходит? Эти два мода у нас на наших ботиночках после Awakening Orb будут гарантированы. Остальные моды рандомно реролятся. Представим ситуацию, что у нас какой-то суффикс добавился и... Пара каких-то префиксов случайных совершенно, да? Значит, здесь есть некоторая... Хитрость. Которая заключается в том, что... Для последующих действий нам обязательно потребуется свободный префикс. С довольно большой вероятностью он у нас будет. Но... Если вы взяли ботинки с Tailwind, взяли ботинки с Иллюзиум, Объединили их Awakening Orb и у вас не осталось свободных префиксов, Вам нужно каким-то образом получить свободный префикс. Это можно сделать либо с помощью крафта Огорода, который оставляет суффиксы и реролит префиксы случайным образом, И кинуть его один или несколько раз, пока у вас не освободится префикс, да? Либо кидать Orb of Anugment. Но первый вариант, скорее всего, предпочтительнее в данном случае. Но эта ситуация встречается довольно редко. Все-таки чаще всего, в большинстве случаев, у вас будет свободный префикс. И что мы делаем дальше? Значит, если у нас есть свободный префикс, мы идем на станок. Убираем здесь BenchCraft, правильно? И у нас здесь есть мод Suffixes cannot be changed. И мы крафтим его. Он стоит 2 экза. Значит, мы крафтим его. И теперь, для чего мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы с помощью крафта Огорода гарантированно получить иллюзиев он крит. Значит, вспоминаем. Иллюзиев он крит. Это префикс. И у этого префикса, у единственного из всех остальных префиксов на ботинках, есть тег Critical. Что это позволяет нам сделать? Это позволяет нам выбрать здесь Огород. Выбрать тут Реролл, Критикал. И в данном случае, как работает Реролл в Огороде? Реролл Критикал, да? Или Реролл другой любой. Если мы кидаем Реролл Критикал, то на шмотке обязательно должно быть хотя бы одно свойство с тегом Критикал. Но в данном случае, суффиксы у нас поменяться не могут, они заблокированы с помощью крафта. То есть, в суффиксы ничего у нас не может докрафтиться, они не могут переролиться, они гарантированно останутся такими же, какие они сейчас есть. То есть, Tailwind и Dodge у нас здесь будет. А единственный префикс с тегом Критикал, это нужный нам мод. Шанс to gain Illusive on Critical Strike. Если мы кидаем Реролл Критикал в ботинке, когда у нас написано здесь сапфиксы, с которым он будет changed, то единственный вариант, который у нас будет, это gain Illusive on Critical Strike Chance. Собственно, вот, мы получили все моды, которые нам нужны. Дальше уже вопрос с миндмаксы. То есть, если вы хотите закрафтить такие же тапки, как у меня здесь, да, здесь можно видеть, что тут два хороших префикса, кроме иллюзива, то можно повторять эту операцию, то есть, снова делать сапфиксы с cannot be changed и реролить префикса. Вот, опять же, в худшем варианте у вас все префиксы будут чем-то забиты. То есть, в данном случае нам нужно снова, если вы хотите получить здесь еще хп и мс, то вам нужно снова добиваться здесь свободного префикса, либо реролом в огороде, скипом суффиксов, либо анул. Вот, ну вот, допустим, мы кидаем. Но чаще всего, чаще всего вы увидите какую-то такую картину, и наиболее вероятным исходом является, что у вас будет, единственный префикс, который у вас будет, это шанс to gain illusiform creep. Я не делал, не проводил прям тестов, какая конкретная вероятность, но, не знаю, мне прокнулось с первого раза. Может прокнуть не с первого раза такая вот ситуация. И в таком случае вы можете сделать что? Вы можете взять эти ботинки, привести в research третьим уровнем эшлинг. Здесь это у нас делается через вкладочку синдикат. Сделать мастер-майнды. И тогда эшлинг вам даст возможность докинуть сюда вэлд модов. Бэм. Вот, и мы здесь получаем вэлд префикс. И мы жмем unveil. И тут у нас, насколько я понимаю, гарантированно какой-то из мувинт спид модов будет. И это очень круто. То есть я в своих ботинках, которые использовал, взял в качестве вэлд префикса life chosen с оригином маны. Я сделал это потому, что ну для моего билда крайне важен ман оригин. Вот. А так, в принципе, средний лайфрол плюс хороший ман оригин флотовый это очень-очень-очень сильно сказывается на дефенсе. Да и на офенсе тоже билда, которым я играю. Кстати, если вы не знаете, что это за билд, то можете посмотреть предыдущее видео и там. Он подробно описан. Это райдер орбов штормс с архимагом. Так вот. О чем это я? Да. После того, как вы делаете анвел, вы можете либо выбрать здесь эмэсик и после этого докрафтить кп. Либо можете поймать здесь маг какой-то лайфрол либо какой-то еще другой. Ну, то есть эмэс здесь будет в любом случае. То есть, вот мы делаем. А, нет, не в любом. Просто с очень большей вероятностью. Вот. Ну, короче, если вы вдруг не поймали здесь какой-то мод, который вам бы хотелось поймать, будь то эмэс или хп или еще что-то, то, опять же, у вас остается свободный префикс, вы можете сделать с аффиксом с кинуть и снова кинуть харвист рерол с критом. Главное, ничего не напутайте при этом. Вот. И в итоге, даже на ССФе довольно просто можно получить такие ботинки. Конечно, это требует большего гринда, чем на трейд лиге. На трейд лиге, в общем-то, покупайте ботинки с эллюзиум, покупайте ботинки со спеллдоджем, либо ролите, ой, извините, покупайте ботинки с теллвиндом, со спеллдоджем, объединяйте их авейкнер орбом, а дальше уже делайте сафиксы с кинуть бичейндж или роль в огороде и докидывайте эшлинг и наслаждайтесь крутыми тапками. Вот. Надеюсь, что это видео вам понравилось и было информативным. Так что, если вы хотите получать уведомления о последующих видео, которые сейчас выходят пару раз в неделю, подписывайтесь, ставьте лайкосики, не забывайте нажать на колокольчик и заглядывайте в дискорд, там много полезной инфы и не только по поводу крафта, но и по поводу билдов, которыми я играю и так далее. Всем пока, до связи.